Война отца и сына и святого духа. Аминь. Вы задаете вопрос о том, что у вас случилась беда, больше года уже вы слышите некий голос в голове, и не помогают вам психиатры таблетки. Началось с того, что вы бросили молиться, после чего заболели, увидели странный сон, ну и так далее. Тут этапы вашей болезни, решили вернуться Богу, но впали в прелесть. И вот этот голос может управлять вами, заставляет пить и курить сверхмеры, может разговаривать вместо вас с мужем, и даже сам от себя разговаривать. Что это вы спрашиваете, может ли пройти само собой? Я думаю, что это пройти само собой не может, но это, в общем-то, одержимость, веснование, которое должно врачеваться благодатью Божией. То есть Господь должен знать этого беса из вашей души. Для этого вы должны обратиться к Богу по-настоящему и искренне, и истинно. И, конечно же, это все произошло в том числе потому, что вы начали молиться, потом бросили молиться. Нельзя уходить обратно в греховную жизнь, после того, как ты, как человек, начал жить духовно, спасать свою душу. Назад пути нету. Сзади пустыня, сзади озлобленные бесы. Сказано в Евангелии, что бес, когда выйдет, ходит по безводным пустыням и ищет, алчит, ищет свой дом. И потом возвращается, видит дом свой, то есть душу человеческую, чисто выметенным, пометенным, берет всем злейших бесов себя и бывает человеку последнее больше первого. То есть это говорится о том человеке, который пошел в церковь, начал молиться, начал сопричащаться, потом все забросил и вернулся к греховной жизни. И тогда, когда ему было плохо, он пришел к Богу за помощью, а потом, получив эту помощь, очистив всю душу от беса, вернулся, то ему 8 раз хуже, чем было до этого. Назад пути нет. Поэтому вот эта беда с вами и случилась, что бросили молиться, и теперь вам надо подвязаться с особенной силой и понести прессу, претерпеть это. Это может быть состояние достаточно длительное. Бес просто так уходить не будет. До тех пор, пока вы не смиритесь. Бес не боится ничего. Не боится ни молитвы вашей, нашей, ни поста нашего, ни подвигов наших духовных, ничего. Потому что большей частью и молитвы, и посты, и подвиги мы делаем по гордыне своей, чтобы считать себя лучше других, чтобы принимать похвалу от человеков, и прочее, прочее. Бес боится смирения. Вот ради этого смирения, того блага, той благодати Божией, которым человеком Бог подает благодать смиренным, Господь и попустил вам эту брань, чтобы вы воистину смирились, стали смиренными, чтобы вы вошли в богообщение, потому что смиренный общается смиренным Богом, а гордым Бог противится. Сколько бы гордым не противился, не подвязался, не просил даже о помощи, то Бог будет противиться, пока ты горделив, пока мы горделивы. Поэтому главное ваше делание сейчас – это смирение. Смиряться, терпеть, просить помощи Божией, смиряться, просить помощи Божией, каяться, грехаться, укорять себя. Конечно, непрестанно читать Иисусову молитву, особенно, когда слышите эти голоса бесовские, не обращать на них внимания, исповедоваться, причащаться почаще, почаще читать Евангелие. И через это тоже будет подаваться благодать Божия. Когда мы читаем Евангелие, когда читаем Иисусову молитву, Иисусову молитву – это молитва смирения, потому что там есть такие слова «Сыне Божий, помилуй меня грешно». «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». «Господи!» То есть «Мой Господь, Господин, Иисус Христос, помилуй меня грешно, я грешный, я исповедую себя грешным». И чем чаще я это говорю, «Бог знает, что я грешный, я не знаю, что я грешный». Я не верю в то, что я грешный. И чем больше человек читает эту молитву, тем больше он трезвеет, и тем больше он понимает, что он действительно грешный. И тем больше он очищается от греха и кается от греховцев, когда он понимает, что он грешный, очищается от греховцев. Поэтому почаще читайте Иисусу молитву, подвязайтесь, можно поехать на вычетку. Но хочу обратить ваше внимание, все вычетки, которые происходят на каких-то приходах, в каких-то храмах сельских или городских, они имеют подозрительное качество. Есть абсолютно не вызывающие сомнения чин экзорцизма, то есть молебен соответствующий, который в народе называется вычеткой, это те, которые происходят в крупных монастырях, которые являются богословскими центрами. Ну, такой монастырь, таким монастырем, например, является Троица Сергиева Лавра. В ней же есть академия, в ней же есть семинария, в ней же есть огромное количество образованных монахов, священников, которые присматривают, чтобы брат или отец, который занимается этой вычеткой, чтобы он все делал правильно и духовно. И всегда помогут, и всегда подскажут, и всегда выручат молитвой. Потому что это очень многоопасное, многотрудное, многосложное дело. Дерзать им заниматься в одиночку вообще нельзя, особенно на приходах, и особенно даже сегодня есть люди, которые с ним экзорцизмом женаты, семейные. А как можно, имея семью, этим заниматься? Если ты так придешь бесам, своей молитвой, изгоняя их из домов своих, то куда придут бесы? В твой же дом они и придут. И наличие семьи у такого человека сразу будет поставлено под вопросом. Если ты вредишь бесам, бесы разметают твою семью по щепкам. Поэтому в основном такой практикой духовно занимаются именно монахи, черное духовенство. А если у тебя есть еще семья, ты этим занимаешься, значит бесом ты просто неинтересен. Это все может быть формально. Внешне ты что-то делаешь, изображаешь, имитируешь. Но бесам от этого ни холодно, ни жарко, как говорится. Поэтому не обращайтесь по каким-то приходам, неизвестно кто чем занимается, неизвестно в каком состоянии человек находится. Он может щеголять благословением каких-то старцев, любых, даже самых уважаемых, самых почитаемых в народе у нас. Но на это должно быть благословение правящего архиерея или наместника монастыря, в котором ты подвижаешься. То есть надо, чтобы это было достойно, законно и под наблюдением братьев, а не так, что один священник в поле, где-то там, в селе, в городе этой вычеткой занимается и принимает людей. Поэтому на вычетку съездите несколько раз, но не уповайте в основном на нее. И не уповайте на то, что вычетка это некий акт духовный, который раз и исцелит мгновенно. Нет. Господь попускает такой скорбь для того, что мы претерпели и смирились. А если нас сразу исцелить, так мы не смиримся и не поймем ничего. Зачем было и для чего и плод мы успеем духовный получить. Потому что плод духовный, он возрастает не быстрее, чем плоды физические. Если мы посадили зерно, то глупо думать, что сейчас вот я пошел, полил, пробормотал какие-то молитвы, оно должно сразу вырасти, тоже должно хлеб есть. Нет, мы его выращиваем, выращиваем, не тянем за него. Ждем, пока вырастет само. Точно так же и плод духовный. Не бывает почти никогда так, что ты пошел и сразу его получил в церкви. Все, получил то, из-за чего тебе были покущены страдания. Нет, но плод духовный – это покаяние, смирение, которое оно возрастает месяцами, годами, десятилетиями. Мы несем крест, чтобы получить этот плод. Вечную жизнь и любовь. Поэтому наберитесь терпения, подвязайтесь, не унывайте. Все, Господь поможет. Не слушайте эти голоса, молитесь, слушайте Господа. Читайте Иисусову молитву. Будьте поближе к церкви, духовнику. Можете мне писать на WhatsApp, в Viber или в соцсети, Одноклассники, Вконтакте. Я везде с радостью отвечу, помогу, подскажу. Можно даже поговорить по телефону. Звоните мне после 18.00 по московскому времени. Плюс 7978-708-1197. Телефон МТС. Ватсап. Пожалуйста, звоните. Будем стараться помогать с Божьей помощью. С Богом! Держитесь, подвязайтесь, дорогая Ольга.